МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обыска подозрения правоохранителей подтвердились. Были найдены изъяты два полимерных свертка с амфетамином и героином. Один из них задержан и хранил при себе. В салоне автомобиля также обнаружены свертки разного объема с гашишем, марихуаной и амфетамином. Все наркотические вещества направлены на проведение экспертных исследований. Что касается гоменчанин, то он задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Вчера ночью спасатели Жлобинского рай подразделения МЧС выезжали по сообщению о пожаре гаража на улице Трудовой. К приезду на место события пожарных горела кровля деревянного строения. Чтобы добраться до очага возгорания, спасателям пришлось применять спецсредства. В скором времени пожар был ликвидирован, пострадавших нет. В результате пожара огнем повреждена кровля, стены и имущество внутри гаража. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий. Причина возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Авария на Советской в районе торгового центра «Карусель» произошла по вине 18-летнего водителя автомобиля «Фольксваген Пассат». Проигнорировав красный сигнал светофора, он врезался в «Мазду». От столкновения с ней виновника ДТП отбросило на полосу встречного движения. Там к числу пострадавших автомобилей добавилось еще три. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» получил телесные повреждения и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы. Несколько дней свободы и опять за решетку. Ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно разгромил прилавки двух магазинов по улице Карповича и одного расположенного по проспекту Ленина. Конфликтов хулиган не создавал, от словесных комментариев своего поведения воздержался. Остановить мужчину вызвались прохожие. Они позвонили в милицию, а до приезда правоохранительных органов сопровождали тихого бунтаря. Приехав же на ряд милиции, был задержан данный мужчина. На посадке 108 уголовного соприкального кодекса Республики Беларусь. После чего было избранное мировое посещение в виде заключения под стражу. Факт вопиющий, что только четыре дня, как он освободился из мест лишения свободы. Вину, конечно, свою признают, хотя объясняют, что слабо это помнит, так как был пьян. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова